ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проводила конкурс «Дембельский альбом». Только что мы узнали имя победителей. И, в принципе, конечно, мы заранее разведали, кто будет одним из них. И поэтому в нашей студии сегодня один из этих победителей, участник конкурса «Дембельский альбом» Сергей Панасенко. Доброе утро! С праздником вас! С праздником вас! Спасибо большое. Сергей, скажите, что для вас дата 23 февраля? Ну, воспоминания о службе, конечно. В те дни, в советское время, это было волнительно, где-то радостно, интересно. Расскажите, где вы жили? Жил в Москве, примерно в Тиаде, в 80-е. Жуковский город, и под Москвой как раз здесь пытались все самолеты. Военный музыкант. Военный музыкант. Я знаю, что у вас есть интересная история, которую вы прислали в газету «Эврика». О ней давайте расскажем буквально совсем скоро. Но пока послушаем телезрителя. К нам дозвонились. Доброе утро! Алло! Здравствуйте! 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 Хочу поздравить своего мужа, Нурмухану Хуанша, с праздником, с Днем Советской Армии. Хочу ему пожелать здоровья, успехов в работе. И, конечно, хочу поздравить своих братьев. У меня семь брата, и у мужа четыре брата. Их тоже поздравить, они служили в советское время. Им тоже пожелать имененного счастья и здоровья. И всех мужчин с праздником. Всех мужчин. Спасибо большое вам за звонок. Мужчины скромно отмалчиваются. Ну, видимо, и за мужчин тоже. Вам счастье. Звоните к нам еще. В принципе, вы тоже можете звонить и поздравлять. Но мы продолжим беседу с нашим гостем сегодняшним. Я напомню, что победитель конкурса «Дембельский альбом». Рассказывайте, что же вы такого интересного написали в газету, что с вами случилось в армейский год? На сводных репетициях приходилось маршировать с инструментом. Как бы четкий шаг, все это. Ну, и сводным оркестром, когда собирались в Москве, там много количества музыкантов было. Инструмент расхватывали на ходу. Ну, дали место баритона, кларнет. Приходилось, пришлось держать, потому что народ было много. Как бы и кто там играл. А вот вопрос, держать или все-таки пытались, что ты играл? Конечно, пытался играть. Но получалось? Получалось. А вы вообще на каком уровне играли? Баритон, на басе играл. В армию вообще музыкой занимался, поэтому как бы знал, приходилось. Но вы профессиональный музыкант? Нет, ну вот в армию, в армию, а после армии все. Все, закончили? Да. Почему? Ну, так сложилось. Интерес пропал или... Ну, наверное, да, в другую сторону бывает. Но вообще музыкант в армии, это, наверное, очень престижно, нет? Ну, да, в принципе, музыку-то любил, конечно. Прощание славянки, славянку для солдат, это утром. И так это большое дело. Особенно славянка, это и славянка. Сергей, если вернуть время назад, сейчас бы пошли вы служить? Пошло бы. Ну, почему бы, конечно. Серьезно? Серьезно. Но ведь армия, это не только вот те курьезные... Никогда не жалеете. Не жалеете. Это же ведь не только те курьезные случаи, какие-то забавные. Это ведь очень серьезные испытания. Ну, да, в принципе, это. Везде у каждого по-своему. Сергей, вот сейчас многие ребята думают, что на армию тратить свое время не нужно. Можно работать, заработать деньги, купить машину, квартиру и так далее. Как вы думаете, справедливо это или нет? Как сейчас, но тогда в свое время это было престижно. И сейчас я считаю, что, конечно, для мужчины отслужить, где бы ему ни пришлось, родина, ну, как бы не призвала, всегда как бы почетно. Ну, и есть, что вспомнить. Вы принесли с собой дембельский альбом. Вот то самое есть, что вспомните, вы сохраняли здесь. Расскажите об этом. Мы сегодня говорили о том, что дембельский альбом – это вот не просто сбор фотографий. Раньше это был какой-то, ну, едва ли не культ вот такой своеобразный. У кого лучше, у кого красивее. Сами это делали, да? Расскажите, пожалуйста. Ну, собирали фотографии, где друзей, где с кем служил. Оформляли, я так думаю, кто помогал или сами? Вы еще художник? Ну, сам. Ну, смотрю, у вас великолепные. В армии все есть художники. А, значит, рисовался-таки другой кто-то, да? Нет, сами приходилось, там ничего сложного такого нет. Ну, я вижу тут, что есть и сложные технологии, да? Слава ракетникам и артиллеристам. Вот и закрыло, конечно, я не вижу. Вообще, оформление дембельского альбома, оно как проходило обычно в армии? Ночами? Нет, но это уже на втором году службы, конечно. Когда делать нечего, хотите сказать? Ближе к концу службы. А были у вас запоминающиеся моменты в армейской жизни? Если есть, то расскажите нам. Ну, запоминающие в основном, когда приходилось вот играть в сводных аркетах. Где-то там самое, когда много народу, где-то поездки какие-то. То есть вы даже выезжали? Ну, да. В выступлении? Выезжали. Ну, для летчиков вот так вот испытательно много играли. По-всякому. В Москву выезжали. Ну, в Москве вот. Сергей, у меня все-таки вопрос остается один, который вот хочу очень сильно вам задать. А как вы решились принять участие в конкурсе «Абделье Севы»? Честно. Ну, я решился как у меня жена инициатором. Всего? Всего, да. Сергей, надо написать и выиграть подарок, да? Ну, в принципе, да. Вспоминать-то есть что, поэтому как бы пришлось мне вспомнить. 23 февраля этого года. А как вы считаете, жена будет рада? Рада. А мне кажется, что жена будет очень рада увидеть вас сегодня по телевидению. Ведь наверняка вы еще не участвовали в программах. Не были на телевидении? Сегодня впервые. Ну, в молодости было. Играл. Ну, тогда с дебютом вам. Ну, как же супругу зовут? Я так думаю, что передадим ей привет. Ольга. Супруга Ольга. Ольга, мы передаем вам привет. Да, сегодня у нас супруг у нас в студии. Вы знаете, последнее время вот на празднике у нас в студии именно наши телезрители, не какие-то известные люди города, а вот такие же обычные люди, которые смотрят иногда или читают газету «Эврика». И это очень приятно. Мне кажется, это будет приятно увидеть вас, вашим родным и близким. Мы вас еще раз поздравляем с праздником, поздравляем с вашим выигрышем. Забирайте его. Надеемся, он будет неплохим, этот подарок. И участвуйте еще. Рады были видеть вас в нашей студии. Приходите уже с супругой. Мы тему найдем, мы любую, для того, чтобы обсудить ее в прямом эфире. Дорогие наши телезрители, утренний эфир на Первом городском продолжается. Оставайтесь вместе с нами. Всех мужчин мы поздравляем с праздником. Хоть его не отмечают, но все равно приятное событие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова